да друзья всем привет погоду нас как бы не радует со спиннингом походить пока невозможно ветер и дождь грибы как бы тоже подождем я собирать не люблю когда на голову вода льется да понимаю для этого есть плащ но люблю ходить сухим то есть получать от этого удовольствие вот все перебирать свои балансиры то что у меня в коробках есть то что у меня есть коробках тут в основном в основном а лаки джон и лаки джон для меня как бы такой самый нормальный балансир рабочий да есть балансир дороже лучше но как сказать дело даже не в том что они дороже и фирма как бы выше по рейтингу по сравнению с лаки джоном ну я привык ловить к лаки джон и как бы они мне нравятся во всем во всем свои отношения рыбы ловит не хуже других все дело просто в умении и главное попасть в нужное время в нужное место вот ну я говорю хочу перебрать посмотреть что у меня осталось добрать что-то кому будет интересно смотрите кому не интересно как говорится можете сворачиваться но отписываться не надо смотрите другой следующий нижнее видео ладно поехали здесь это цвет такой это пятерка ли шестерка шестерка по моему вот и джон тоже 15h расцветка брюхо оранжевое тройник я заменил поставил свой более хороший и капельку здесь тоже это пойдет это четыре с половиной наверное ну то есть пока вот эти вот здесь у меня более крупные лежат в этом отсеке то что можно вот ранить надо поставить вот ладно что как говорится начал перебирать а то потом как говорит побежал на лед а потом нету ничего вот знаю вот это расцветка пока наиболее самый возраст и держится в топе вот этот серый тоже меня бывало хорошо выручал долгий крупный хороший окунь это малыши для ловли в островах странной части где течение нет либо течение очень слабое тоже 43 одинаковых балансира как бы даже четыре одинаковых скажем так одного рассказка другая 4 одинаковых балансира в принципе можно два сделать такие два других положить с красным хвостом у меня еще есть такие вот с красным хвостом такие вот тоже рабочие хорошие два сечки на окуня грамм 304 сток он берет только в путь как бы не особо стесняясь так это положим такой же положим вот это у меня крупные его верну обратно сюда еще одного положим положим с красным хвостом будет у меня два таких два таких как бы этот комплекту немножко два таких два таких этот с красным хвостом тоже оставим пока это все у меня есть вот эти вот надо докупить будет пятерки шестерки пора потихонечку выбираться с островной части либо ловите на крупные балансиры в островах щуку так сюда тройник потом оденем в принципе еще можно и одеть сразу ничего тройнички у таких как есть сразу же оденем потом некогда будет как у нас тут защелкивается все на свет зрение попортил себя на свет нашел там еще можно запулить вот это сразу сюда это у меня все есть есть эти надо крупные крупные балансиры еще закупить шестерки пятерки это потому что последние только вот ну и что у нас дальше это блесна китайцы галима китай я подарок и по до 15 сколько 15 граммовки ну я их обычно использую для ловли биржа тюльку подсаживаю биржу как бы особо такой разницы нет на что брать ну это мое мнение на что ему брать лишь бы на крючке было только если тюльки на крючке нет он может брать может не брать тоже такой хитрый жук вот тут у меня в коробке дальше это черная смерть тоже балансиры обалденные просто как раз вот на судака на горшах на окуня только в путь идут когда балансиров мало можно держать каждый отдельно когда их много приходится держать все вместе до царапаются там где-то краска отходит нормально все пока рабочие вот такая еще рассветка у меня есть тоже хороший хороший рабочий балансир тут дальше то это блесна надо ее почистить она правда легкая 9 грамм у меня был комплект 9 10 11 грамм на эту блесну весна кобра по моему называется это делал их валера жуков казанский мастер в эту ручная работа блесна не то что хорошие не супер хорошие вот я на них успешно биржа ловил без всякой подсадки вот осталось меня только девятка 10 11 грамм меня полига героически в корягах остались висеть на корягах вот это тоже меня под биржа вес не помню тоже тоже на грамм 12-15 чисто под биржа чтобы подсаживать руку вот так идем дальше это по прошлому году я блесенок натащил sky the fish есть такой интернет-магазин sky the fish блесеньки 5 5 грамм ну ценник у них был где-то рублей 50 60 окуня ловит нормально цвет золота и серебро в большинстве своем я серебро предпочитаю немножко на за уберу еще и золото иногда бывает медь работает хорошо не знаю почему когда золото серебро молчат медяшки отрабатывают только на ура название блесенки сказать не могу там у них нет такой таких названий штамки баку новая там марапетки туда-сюда у них акунёвый один акунёвый 2 все такой небольшой акунёвый ратлин тоже не скажу что я на него постоянно много ловил то он бывает окунёк него хорошо долбит на маленьких глубинах два-три метра вот такие вот на три метра долго опускается вот полтора два метра на нем вообще можно просто колбасить окунь тут две цикады лежит сколько я купал что-то у меня с ними не заладилось не знаю почему не заладилось меня и такая вот зеленая надо как-нибудь упереться в них и до разловить тоже ребята говорят бальян там типа долбит на них окуня окунь и судака мелкого где не на особо больших глубинах вот то что где тяги особо нет это веса мелкие 5-7 грамм где-то по моему тут ратлин опять это ратлин тоже мелкий вес где-то грамм 7-5 наверно и вот сюда в коробку балансиром положил хочу разловить по окушкам попробовать вот эти блесна тоже заказаны sky the fish одна страна серебро другая чисто свинец окунье долбил я в прошлом году на них обалдеть как хорошо я не показывал что я на них ловил может на видишь как видели я просто окунь вытаскиваю рукой блесну закрываю хорошо хорошо добил здесь лежит кембрик на камеру видно что он желтый на самом деле он салатовый как его передает просто салатовый зеленый светится вот здесь натроник достаточно надеть маленькие кусочки кембрика натроник чтобы активировать клев не обязательно там фосфорную капельку вешивать цитофор достаточно одеть кембрика клев будет лучше в разы поверьте попробуйте ну и тоже одна у меня блесна серебро другая золото надо еще прикупить хороший плюс старые блесеньки морковки тоже все лежит так на запас как говорится вдруг пригодится все перепуталась надо все разобрать ну тут у меня совсем малыши это по моему . краска ободралась или рыба ободрали ну окей джон и как бы балансиры хорошие все тоже если брать странником дороже выходит брать без страника в пачки по 10 штук выходит намного дешевле ну тут дело уже чисто ваше кому что брать я беру обычно пачку вот эту пачку красных я брал не знаю года четыре назад у меня еще раз два три четыре то есть у меня штук пять шесть еще есть ну последнее время я не особо как бы на балансиры рыбачил вот потихоньку начинаю опять переходить к ловле на балансир от этой мелочи как бы надо отходить от белой мелочи которая живет в островах переходить на более крупную рыбу вот ну и на этом наверное все